Ох, друзья мои, у меня своеобразное чувство юмора, поэтому из Питера простите сразу, закрывайте уши называется. Часто мне задают вопрос, потому что я работаю в этой индустрии, что такое сетевой, что это не то, что дойдут униженные, оскорбленные люди, которым некуда больше пойти, что это лохотрон, лохотронище, секта пирамиды и так далее, прочие всякие такие вещи. Но знаете, ребят, идиоты были всегда. В свое время люди говорили, что поезда, от них люди сходят с ума, это очень вредно влияет на мозг и так далее. Были такие, знаете, недоученные ученые. И сейчас есть такие же, ребята, критики. И вообще, знаете, как про критику говорят? Когда вас критикуют, критик литературный, это несостоявшийся писатель, неудачник. Если это критик театральный, то это несостоявшийся актер или режиссер. Если это критик ресторанный, то это, знаете, повар, у которого руки и жопы растут. Поэтому если люди слишком много критикуют, то задумайтесь, вообще стоит ли их слушать, то, что они говорят. Секта, лохотрон, пирамида. Люди часто используют эти слова, даже не понимая их смысла и значения. Вот просто, чтобы понять, насколько человек в этом компетентен, спросите его, а что такое пирамида? Какие ты пирамиды имеешь в виду? Есть товарно-денежная пирамида, есть финансовая, есть, в конце концов, египетская пирамида. Или, может, ты имеешь в виду геометрическую фигуру? Ну, человек ни на один из этих вопросов не в состоянии ответить. Какого черта слушать человека, который даже не понимает смысла слов, которые он произносит? Ну, только для тех людей, которые такие же дурочки. Это будет авторитетным мнением. Я вас поздравляю, вы друг друга нашли. Что касается, например, что это лохотрон, ребята, у меня для вас такая есть новость, как бы вам помягче ее сказать. Она чуть-чуть устаревшая уже, вообще-то. То есть вы пользуетесь неактуальными данными, устарели не более чем на 50 лет. Еще в 70-х годах прошлого века сетевую индустрию официально признали легальной формой бизнеса. Поэтому, ребята, ну, что-то вы как-то немного со временем. Вот прям совсем, от слова совсем-совсем. Поэтому как-то надо данные освежать, друзья мои.